Добрый день, уважаемые друзья! С вами, как всегда, миграционный юрист. Сегодня поговорим, уважаемые друзья, о незаконном миграционном учете, то есть незаконно шлении трудового деятельности иностранным гражданам либо лицом безгражданства на территории Российской Федерации. Недавно проходил рейд, сегодня поговорим, по Владимирской области. То есть сотрудниками полиции зафиксированы были 6 административных правонарушений по факту незаконного осуществления трудового деятельности на территории Российской Федерации, а также 3 правонарушения правила въезда в Российскую Федерацию. В отношении иностранных граждан составили административные протоколы и 6 правонарушений сотрудниками отдела иммиграционного контроля при проверке и общежитии в городе Петушки по факту фиктивной регистрации. Начальник управления по вопросу иммиграции пояснил, что в жилом доме 43-летний гражданин Российской Федерации, принимающая сторона, поставил на миграционный учет 36 иностранных граждан без предоставления им жилого помещения для проживания. Также аналогичное правонарушение было выявлено, то есть был выявлен гражданин Российской Федерации, принимающая сторона, который является принимающей стороной собственник жилого помещения. 35-летний гражданин поставил на миграционный учет 12 иностранных граждан, также без предоставления им жилого помещения для проживания. Также начальник иммиграционного контроля, начальник управления по вопросу иммиграции, пояснил он также, что в ближайшее время в отношении иностранных граждан по данным, то есть по фактам правонарушениям, будут приняты предстоятельные решения. Незаконное осуществление трудовой деятельности Российской Федерации, уважаемые друзья, пояснил это регламентрирует статью, то есть кодексом об административном правонарушении, статья 18.10 КУАП РФ. Что влечет? Граждане, которые незаконно осуществляют трудовой деятельности, без разрешения на работу, либо патент, если такие разрешения, либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей, с административным вытворением, либо без такового. Аналогичное уже, друзья, правонарушение, совершенное в городе федерального значения, Москва, либо Московская область, либо Ленинградская область, влечет административный штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей, с административным вытворением за пределы Федерации. Часть третья предусмотрена в статье 18.10 КУАП РФ. влечет административное штраф в течение одного года, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей, с административным вытворением за пределы Федерации. Поэтому иностранные граждане, которые находятся на территории Федерации, они обязаны оформить патент, и при осуществлении трудовой деятельности, обязаны, конечно, заходиться на территории Федерации законно. Кроме того, фиктивная регистрация, это также для принимающей стороны грозит уколовым ответственностью, где они предусмотрены статьей 322 УК РФ. Это фиктивная регистрация, организация незаконной миграции, это идет вплоть до лишения свободы также. Поэтому, уважаемые друзья, иностранные граждане, которые проживают, пребывают на территории Федерации, обязаны проживать, пребывать в том месте, где они фактически проживают. То есть, на Петрово проживают, на Чехово регистрация – это незаконная, уже фиктивная регистрация. Отсуществлять трудовой деятельности, они обязаны также получить патент. По рейду, смотрим видео. По крови полицейские задокументировали 6 административных правонарушений по факту незаконного осуществления трудовой деятельности и 3 правонарушения из-за нарушения правил въезда в Российскую Федерацию. В отношении иностранных граждан составили административные протоколы. Еще 6 правонарушений сотрудники иммиграционной службы выявили в результате проверки общежитий в городе Петушки и в поселке Вольгинский. Выявлены два факта эффективной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Так, в жилом доме на улице Первомайской в городе Покрове 43-летний гражданин поставил на миграционный учет 36 иностранных граждан без намерения предоставлять им жилое помещение. Аналогичный факт выявлен в районном поселке Городище, где 35-летний мужчина эффективно зарегистрировал 12 иностранцев. В ближайшее время по данным фактам будет принято процессуальное решение. Также в ходе проверки стройки в Покрове полицейскими установлено, что в бытовках находились и осуществляли трудовую деятельность на строительной площадке два иностранца, находящихся на территории Российской Федерации нелегально. Мужчину, привлекшего их к работе, подозревают в организации нелегальной миграции. Всех трудовых мигрантов проверили на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и поставили на фотоучет. Всего во Владимирской области с начала года правоохранители провели более тысячи таких проверок мест компактного пребывания иностранцев. Это порядка 880 объектов жилого сектора, более 30 строительных объектов и порядка 25 промышленных предприятий.